Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. А мы с Алексеем тоже, пока ждем звонков, тоже рассказываем свои истории. Ну, продолжаем, да, рассказывать истории. Наверное, какие-то, может быть, знакомые, но на новые лады. Ну, поскольку жизнь продолжается, ну, и с ней продолжаются вопросы. Вот. И, может быть, чтобы сильно не тратить время на вступление, мы вернемся. Я просто думал, о чем мы можем поговорить сегодня. Вот. Ну, на самом деле, вопросов очень много, и для... Часть вопросов просто очевидные и вопиющие, да, ну, которых, может быть, зрители о нас что-то... Нас о чем-то спросят. Вот. Но мы с вами уже дважды пытались поговорить об отношениях родителей и подростков, и о том, что может помочь, ну, прояснению, что ли, этих отношений. Ну, потому что отношения сами по себе не, ну, неданность. Их нельзя дождаться. Ну, например, родил, там, стал ребенку 10 лет, и мы дождались каких-то определенных отношений. Ну, там, в 10 лет родители с детьми должны, там, определенными вещами заниматься, да, или, там, родители с детьми в 15 лет. Определенные вещи должны происходить. Вот. Их невозможно дождаться, этих определенных вещей. Невозможно дождаться в 5 лет, да, что вот если родители какое-то ближайшее окружение не посодействует, ну, мало что случится продуктивного, да. И в этом плане часто люди используют сейчас такие слова, как «строить», ну, то есть это метафора, да, создание чего-то. Да, работать. То есть, ну, явно какие-то усилия, причем вот эти слова «строить» и «работать», они, с одной стороны, эти самые усилия обозначают, а с другой стороны, у них есть обманчивый вот этот компонент. Потому что когда, вот я сейчас об этом думаю, когда я слышу слово «строить» или «работать», то у этого всегда, у строительства всегда есть алгоритм. Алгоритм и некая конструктивная цель. Цель, безусловно. Созидательная. Цель, безусловно, но есть еще алгоритм, некоторая последовательность шагов, которая должна из точки, из пункта А привести нас с пункт Б. Из отсутствия или сложной коммуникации с ребенком, да, привести к хорошему, дружескому или там еще какому-то открытому, доверительному общению. И, в общем, родитель приходит и говорит, «А как вот мне из ситуации, где мы с моей дочерью не общаемся вообще, или общаемся только на повышенных тонах, или общаемся, ну, грубо очень как-то, да, как нам прийти к ситуации? Или ребенок меня, ну, просто шантажирует, рассказывает мама, да, то есть она шантажирует. Если ты не сделаешь того-то, 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 я, не знаю, я перестану есть, да, или я перестану ходить в школу, мы про подростков сейчас говорим, да, или я… Или сейчас есть такое «я пожалуюсь в органы опеки». Ну, это, кстати, я редко слышал, но может быть, да. Ну, я знаю семью. Да, или я что-нибудь нехорошее с собой сделаю, да, какие-нибудь там, значит, самоповреждения себе нанесу. Вот. И родители, вот, понимая, что нужно эти отношения строить, он ищет вот рецепт. Вот об этом, наверное, да, есть ли рецепт, учитывая, что нам доступна масса рецептурных книг, если с поварским искусством это как-то сравнивать, да, масса рецептурных книг, посвященных отношению детей и родителей. Но они по-прежнему пишутся и по-прежнему… Вот. Они пишутся, пересказываются на разные лады, а толку нет. Вот. И я бы, может быть, вот такой ход сделал сегодня, Елена. Я знаю, что у вас есть опыт общения вот в этом кинопроекте, о котором я говорил, да, о котором мы с вами… Может быть, стоит напомнить зрителям, которые присоединились к… Да, мы говорили о таком проекте, который вот у нас в центре «София» идет. Это совместный просмотр фильма, ну, с определенной регулярностью, в котором участвует Валерий Бондаренко, ну, наверное, всеми известный культуролог, мастер рассказывать истории и, собственно, говорить о кино в частности, да, и врач-психотерапевт Юлия Поцитник. Вот. И в этом смысле пространство кино является тем пространством, где, ну, появляется возможность для родителей и подростков встретиться, пусть не напрямую, а посредованно. Ну, как я это, да, понимаю, как я из этого, ну, для себя как-то определяю. То есть, вот у нас есть проблемы в, там, во взаимопонимании, но мы, например, можем о них начать говорить, да, если увидим похожие проблемы у героев на экране. Или главный герой почему-то не приживается в школе, у него, там, какие-то конфликты, да, и мы можем поговорить тогда о конфликтах, ну, твоих, да, обращаясь, там, к дочери или к сыну. Вот. И у меня был вопрос, я сегодня вас поинтервьюирую немного. У меня был вопрос, опыт показывает, что родители, либо родители хотят прийти и посмотреть, либо дети, а вот вместе это возраст примерно 13-17, ну, широкий, ну, 14-17, да, там не так много времени. Это возраст, в котором, это период, в котором родители и подростки не очень охотно друг с другом смотрят фильмы. Я уверен, что бывают другие ситуации, но вот мне интересно исследовать вот эту неохотную позицию. Как, на ваш взгляд, почему это может быть? Ну, я не знаю, как это в других семьях бывает. Мне со своим сыном не так сложно посмотреть какой-то фильм, но если брать конкретно этот проект, он уже длится какое-то время. Нашему совместному участию в проекте мешало, ну, несовпадение наших взаимных фаз. Можно так сказать, у него своя жизнь насыщенная, свои планы, у меня свои. И, как мне кажется, я могу более-менее гибко высвободить время для этого. Ну, вот моему сыну, подростку, бывает достаточно сложно выделить на это время. То есть ему надо далеко заранее говорить о том, что вот назначена дата этого проекта, и спрашивать о его желании, пойдет он или нет. То есть если бы мы, я вклинюсь немного, если бы мы строили какой-то такой, записывали какие-то такие пункты, да, почему, ну, или там, почему не происходит? Вот первым можно было бы сказать вот это отсутствие совпадения, да, или редкое совпадение. Совпадение или планирование, да, то есть, мне кажется, здесь тоже очень важно то, как предлагаешь ребенку, подростку участие в чем-то необычном. Ну, не знаю. А почему смотреть кино – это необычно? Ну, потому что там, возможно, специфическое кино – это не современные такие блокбастеры или экшены. Там всегда фильмы, которые заставляют задуматься, ну, по крайней мере, я это очевидно понимаю и вижу с позиции взрослого. – Не знаю. Мне кажется, у подростков идея о том, что взрослые не могут предложить ничего интересного, она не новая, а старая, как мир. И, ну, это достаточно такой процесс сложный – завлечь подростка в какие-то взрослые дела. При том, что подростки сами стремятся повзрослеть. – Вот, кстати, по поводу блокбастеров, о которых вы сейчас сказали, мне стало интересно, и вот это взрослые ничего не могут интересного предложить подросткам. А вот смотрите, ведь те самые, ну, условные фильмы, блокбастеры, которые, наверное, сейчас, когда мы об этом говорим, все вспомнили последние, которые они видели, ну, условные человеки, там, пауки какие-то, они созданы взрослыми. Там снимаются взрослые актеры, явно не подростки. Даже если взять Гарри Поттера, ну, да, там есть кучка главных героев – это дети и подростки, да, но мир, который там существует, это явно мир, созданный взрослыми. То есть, ну, этот мир создают, ну, с этим приходят же взрослые. – Ну, вот могу сказать, что сколько бы раз я не предлагала посмотреть совместно какую-то из киноновинок, которая вышла на большие экраны, ну, Мойсон никогда не отказывался от совместного просмотра. Наоборот, даже инициировал и предлагал, вот давай посмотрим там дома на доступных ресурсах, подписки как-то, да, эти фильмы или сходим в кинотеатр. – Ну, вот я это для себя, в общем, понимаю, то, о чем вы говорите, потому что, вспоминая, ну, какие-то околокиношные разговоры, раз мы уделяем сейчас время блокбастерам, то масса разговоров была о том, как раз от взрослых актеров, которые играют персонажей в этих фильмах, когда они как раз упирали на то, что это семейные фильмы, да, то есть там, неважно, западные, нашинские, да, какие-то, да, восточные фильмы, там, ну, уделяется вот это внимание семье. И вроде бы тогда вся семья может смотреть. – Ну, уделяется. Разница этих фильмов, которые мы обсуждаем, с фильмами, которые представлены в этом проекте, как мне кажется, ключевая разница. Совместный просмотр блокбастеров вызывает такой вау-эффект, который можно обсудить, но он очень краткосрочен. То есть, да, мы обсудили, как это было круто, а вот он полетел там, или он там что-то сделал, руками помахал. А те фильмы, которые предлагает Валерий Бондаренко из классики мирового кинематографа, у этих фильмов иногда и отсроченный эффект. То есть не сразу понимаешь, что там хотели, что хотел донести режиссер. И там, как тот же Валера выражается, там показана ткань жизни, да, во всех ее проявлениях. И там очень много моментов, которые можно обсуждать с подростком. И, не знаю, ну... В общем, могу сказать, мне главное было затащить ребенка на этот проект. Как-то ему понравилось, и мы стали пробовать и дома как-то обсуждать и говорить о жизни, об отношениях и о процессах, которые происходят между людьми. Ну, ведь наверняка, я вот сейчас так прикидываю, об этих фильмах можно сказать, что они нудные, скучные. Не обо всех. Ну, а некоторых можно. Не цветные, без, ну, вот какого-то, как вы сейчас сказали, такого вау-эффекта. Ну, наверное, что-то, что можно было бы оттуда взять, лежит не на поверхности. Вообще, я думаю, вот эта идея согласования вообще, совместного просмотра, совместного какого-то участия, она сама по себе, вот это согласование требует усилий. То есть надо не просто там, давай пойдем. Ну, требует усилий. Вот с позиции взрослого могу сказать, что мне приходилось быть очень внимательной к тому, что я говорю, даже вот во время обсуждения фильма. Фильм обсуждается в группе? Фильм обсуждается в группе, да. Одновременно и родителями, и подростками. То есть я так немножко зрителей тоже, да, ввожу в контекст. То есть приходится делать усилия, чтобы, ну, во-первых, принять точку зрения подростка. Она иногда кардинально отличается в восприятии даже фильма от взрослого. Требуется приложить усилия, чтобы не впасть в оценочное суждение, не начать говорить, да ты ошибаешься, там на самом деле вот не такая ситуация показана, да, или режиссер хотел что-то другое сказать. Может быть, в какой-то степени приходится делать усилия, чтобы принять, что ребенок взрослеет, и у него действительно становится свое мнение, и он личность. Продолжая, может быть, и развивая вашу мысль вот о фазах, то есть вроде бы часть ответа, почему родители и вот такие почти зрелые, ну, назовем так это, подростки вместе не смотрят кино, они вместе, может быть, и не сидят за столом, например, да, и не едут в одной машине куда-то вместе. Ну, может быть, да, мы не знаем ни о том. То есть я хочу сказать, что это не в фильме дело, да, а в том возрасте, где эти ребята и девчата как раз двигаются из семьи, да, они двигаются. Мы тоже про это знаем, я уверен, что наши телезрители об этом знают, что они двигаются в компании, для них главное, слава богу, там в семье, ну, там как-то уже все случилось, да, плохо или хорошо, это уже другой разговор. Они двигаются к компании, они двигаются к сверстникам. Вот сегодня я на Ленинградской, по Ленинградской шоу видел команду, компанию сверстников с крашенными волосами, с пирсингом, с татуировками. На лице. Да, ну вот, и это компания, да, и скорее их движение от. Может быть, поэтому, я и говорю, что часть ответа очевидна, и здесь не о чем, в общем, говорить. Эти дети принадлежат, это уже не дети, это уже почти взрослые, да, они принадлежат сами себе, они принадлежат компаниям, для них важнее быть в какой-то команде или компании, нежели быть в семье, да, вот, и эта идея принадлежит, это студенческие, ну, студенческие раны еще, школьные какие-то сообщества, команды и так далее, и так далее, и так далее. И позвать на какое-то кино, это, по сути, как будто пригласить их или встать на старые рельсы такие, да, давай с семьей какое-то время. Может быть, они там лет в 25-26 вернутся в семью, когда у них или появятся уже свои дети, они вернутся с внуками, да, к своим родителям, и потому что для них уже... Ну, да, стремление вырваться уже будет реализовано, уже дальше это сменяется другим вектором. Хочется вернуться и наладить связи, возможно, уже другие, на более взрослом уровне. Да, да, вот эта идея вырваться, и, что удивительно, вот эти фильмы, я просто на последнем фильме был, я видел сам кино, мы смотрели «Не болит голова у дятла», замечательный фильм, оказалось, что я его не смотрел, но это ситуация, когда лично я смотрел, ну, наверное, какими-то другими глазами на свою какую-то юность, на какую-то свою молодость, на вот эти школьные отношения, которые, как говорят, с одной стороны не вернешь, а с другой стороны точно знаешь, что они где-то внутри продолжают существовать, они не засохли, и внутренние персонажи как-то продолжают друг в отношении друга двигаться. Ну, интересно, раз уж вы назвали фильм, я немножко тоже открою кухню нашего обсуждения. Дети, которые тоже совместно смотрели этот фильм, отметили разницу той советской школы, которая показана в этом фильме, и нынешней школы, и они подметили неравнодушие детей друг к другу, неравнодушие учителей к своим ученикам, и отметили, вот при том, что там тоже были подростки, да, там, ну, с этими атрибутами, которые вы озвучивали, да, детей с Ленинградской, и это такое немножко вот, ну, демонстративное поведение с неким вызовом к внешнему миру, но отмечена была подростками та доброта, которая пронизана, этот фильм, и это выдает их, ну, наверное, потребность в этой доброте, да, то есть они не совсем, вот, не замечают происходящего, и нельзя сказать, что они не понимают, что происходит в душе, не знаю, у их же родителей, там, да, или у взрослых. В смысле, они не понимают, что… Ну, нельзя это сказать, что они не понимают, они понимают, то есть я просто фразу построила с двумя дней, поэтому сложно это. Те, которые там или которые здесь? Которые здесь. Которые здесь, они понимают, они различают чувства, они ценят добро, они ценят равные отношения, участие в них, вот, в детях со стороны взрослых, но такое участие без давления, без навязывания своего мнения, а такое, наверное, вот, участие в виде поддержки на их таком жизненном пути. Раз я пообещался задавать сегодня вопросы, я надеюсь, у нас еще есть время на такой вопрос, который мне сейчас пришел в голову, раз вы сказали о поддержке, на ваш взгляд, мамы, ну, и психолога, да, ну, и, по крайней мере, взрослого человека со стажем, уходящего, вот, вот того подростка, которого мы описываем, да, уходящего из дома, ну, в кавычках, в прямом смысле, или в переносном, что для него будет поддержкой? Я прошу прощения, я думаю, что, я так, комментарий, я думаю, что, конечно, можно говорить, что в каждой ситуации это будет по-разному и так далее, и мы будем правы, если будем говорить, что все в индивидуальном. Я думаю, что для него однозначно будет поддержкой, если он точно будет знать, что его в доме примут, что это его надежный тыл, куда он там, не знаю, по бушующим морям, океанам жизни он может помотаться, где-то совершать ошибки, где-то, может быть, делать такой выбор, ну, условно правильный, но он в любой момент с любым своим багажом может прийти домой, и его примут, и не будут давать оценку его действиям. И, как мне кажется, ну, по крайней мере, не знаю, я стараюсь двигаться в этом направлении, вот сейчас, пока ребенок в доме, дать ему это понять, чтобы он вот именно с этим знанием, может быть, непрочувствованным, да, может быть, оно в глубине у него уже не поселилось, еще не поселилось, но, по крайней мере, на уровне головы проговорите, на уровне рационального, что тебя ждут, какие бы решения ты ни принимал, что бы ты ни делал, это твоя семья, и ты всегда будешь для нас дорог. Я вот думаю, я слушаю вас с интересом, и одновременно думаю, мой интерес обычно так, я замечаю за собой, сопровождается запуском собственных размышлений. Я, кстати, сейчас вот тебя поймала на мысли, надеюсь, что мой сын не будет смотреть эту программу. Почему? Потому что, чтобы говорить о нем, я у него не спросила разрешения. Вот тоже интересное это самое. А с какого времени нужно спрашивать разрешение у ребенка, чтобы, ну, вот о пятилетнем своем ребенке можно говорить? Ну, вот мой сын в пять лет мне сказал, не говори обо мне никому, не рассказывай ни друзьям, никаких обо мне историй, если я тебе не дал на это своего согласия. Что-то придется... Не знаю, где он этому научился, где набрался. Что-то придется делать с выпуском, Елена, с этим. Вот, я думаю... Показывать ему в это время какое-нибудь кино. — Я подумал вот об этом возможном разговоре о... Ну, не знаю, он должен быть о вот этом периоде ухода, что, ну, вот о чем вы сказали, там тебя будут в любом случае примут и так далее. — Я думаю, это надо озвучивать, потому что, конечно, мы все равно пребываем в каких-то иллюзиях, фантазиях друг о друге, и какие-то вещи, мне кажется, будут не лишним проговорить. Но для этого тоже нужно выбрать момент, когда подросток готов услышать эту демагогию, как они выражаются там, да, или вот эти ваши бла-бла. — Как быть с идеей? Я знаю, что она есть у моих юных пациентов, она есть. С идеей, что папа с мамой сильно расстроятся, если я, ну, и дальше там поступлю в какой-нибудь другой город, и мне придется уехать. — Как быть с этой идеей? — Мне сложно ответить на этот вопрос. Потому что я внутри с собой договариваюсь с возможным будущим, где мой сын уедет, да, в другой город, и мне будет трудно его отпустить. Ну, наверное, буду, как взрослый, делать усилия поддерживать его в этом начинании. — Я имею в виду, что... — Если и говорить о своих тревогах, но стараться неизбыточно это делать, чтобы не заразить его своим страхом. — Я как раз имею в виду ситуации, где вот этой тревогой уже пронизано общение, и я-то слышу, это не от родителей, а от подростков, да, которые говорят, что мои мама с папой, то есть я знаю, что мои мама с папой будут сильно переживать, если я, ну, там то-то, то-то, то-то. То есть... — Садиться разговаривать. — Это родителям нужно сделать. — Я думаю, что и подростки могут начать говорить об этом с родителями. Не много ли мы хотим, ну, небольшую ли ответственность мы на них хотим. Или дело даже не в ответственности, а в том, что способны ли они такой разговор завести. Ну, я представляю себе, там, 15-16-летнего парня, который... Хотя нет, наверное, представляю, который приходит, сажает напротив себя родителей, говорит... — Я думаю, что не стоит умалять их способности. — Ну, вот я об этом подумал, что, может быть, действительно не стоит. — Иногда наши дети уже в чем-то мудрее. Рассудительнее нас. Они много смотрят. Даже если они книг не читают, они в социальных сетях много чего читают. И на всяких видеохостингах смотрят различные видео. Я точно знаю, что кроме вот этих блокбастеров, там, видео и по психологии тоже пользуются популярностью. Даже вот этим языком многие, как поговорить о тревоге, владеют лучше взрослых. И, наверное, говорить, да, и отделять рациональные страхи и тревоги от иррациональных, которые не подкреплены чем-то. — Или мы пока не нашли еще подкрепления, да, для этих страхов. — Были, может, не нашли, да. Были разрабатывать какой-то план совместных действий. Вот, мне кажется, вот с точки зрения рациональности, когда есть план, как действовать, пусть он даже, может быть, будет скорректирован по ходу его реализации, но план структурирует, план помогает снизить градус переживания, тревоги. Ну, так, как мне кажется. — Ну, и если вернуться вот к этому вопросу о проекте, ну, или подобной какой-то ситуации, мы поговорили о вот этой важности расставания, ухода. И я подумал, ну что, тогда этот проект обречен на, ну, такое малое количество людей, потому что в основном, как мы сейчас проговорили, подростки ориентированы как раз на уход, на расставание, на сепарацию, как говорят психологи. То есть у нас нет шансов в 13, 14, 15 лет встретиться регулярно перед каким-то проектором с занудным старым фильмом из классики посмотреть и что-то еще обсудить. — Алексей, надо верить. — В кого надо верить в данном случае? — Верить в проект и в то дело, наверное, которое вы делаете. Количество подростков, оно неиссякаемо даже в нашем городе Самары. Дело хорошее, потому что дети, которые принимают участие, они для себя открывают что-то новое. Они действительно открывают для себя возможность поговорить с родителями через фильм. И они с удивлением для себя открывают, что, оказывается, есть и другие фильмы, есть черно-белые фильмы и очень много фильмов о подростках, где показано, как, не знаю, в 60-е, 70-е годы подростки и семьи жили в Европе. Ну, и там все не так благополучно было, да, даже по условиям. У них-то представление больше о современности. А там они вот эту кухню, прям в буквальном смысле иногда, да, как там у них на кухне все устроено, видят. Или вот советский кинематограф — это, конечно, тоже такое упущение, наверное, в развитии наших детей. Они для себя открывают эти фильмы и вызывают у них удивление, возможно, интерес, который будет потом как-то у них реализовываться через просмотры. У нас прям совсем занавес нашей программы. Ну, тогда что, стоит только, наверное, как сказала Елена сегодня надеяться, встретимся на площадках, в том числе старых древних фильмов. Может быть, там нам какой-то мудрости можно будет почерпнуть, чтобы строить свои какие-то, да, семейные конструкции, отношения. Все-таки строить, создавать, да, воссоздавать. Ну, и всего вам доброго. Да, смотрите подборку нашего архива в группе ВКонтакте на странице «Разговор по душам Насамары ГИС». Всего доброго, берегите себя и хороших вам отношений с вашими детьми, ну, или с вашими родителями. Да, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова